здравствуйте дорогие зрители и слушатели меня зовут перенескотч 10 урок школы наркозвука основного курса основного курса школы энерго звука звук энергия звук энергия то есть первичный импульс который у нас существует вместе вместе с ударами сердца ваша первичница настройка первичный ритм первичный импульс помещается туда свое внимание свой центр восприятия и и и и и и и и и прибавляем голос управляем движение тела классная картина то есть мы перестаем бороться сами с собой со своей энергией а у нас упорядочиваются красивенько коммунизуется получается такое поле жизненное поле без борьбы насильное жизненное поле полной красоты и метки создает реальность реальность удобная для творчества для проявления и и и и и и все это через практике легко и просто мы приобретаем с вами мы приобретаем с вами через осознание мы приобретаем с вами мы приобретаем знание умений и навык автоматизированное действие то есть постепенно постепенно выходим на то что уже владеем своей энергией создаем свою реальность через такие вещи дорогая мама вселенной пусть все будет доставки благодарю тебя за то что ты есть также сильно люблю как именно и давайте вспомним давайте вспомним это последний урок давайте вспомним все руки что у нас была основа самоосознание эволюция основа гранула света язык света сакральная геометрия практиках эйда с мандалом мантра вселенная язык осознание через образы сердца практика радуга структуры потоки импульсивная интенсивность интенсивность практика младенца практика дыма темноты солнца холодной воды медитация огня воды солнце пение ветра и пение ветра луны и пение птиц лесная это основы сдвиг точки сборки третий урок четвертый урок формирование действия практика рисования номера камень и вкусного танца свободного звука практика написания говоримый образ пятого и делами практика концентрации видения сновидения практика путешествие обучение связи шестой урок практика согласования основы настройки анализ формы медитация музыка динамическая седьмого знака вычтение взаимное влияние партнерство единства практика спонтанного действия создания реальности восьмой основы примере интенсивности временные пространственные формы практика общение очищение истерение знание свободной энергии звуки дождя созерцания и так восьмой урок это основа структуры слияния энергии и десятый урок это голос ухо пение души вибрации структур практика погружения рождения рода медитации перерождение трансформации а в пятом уроке практика слияния единства перемещения медитации безвременной пустоты и трансмана и и и и и и и и и основу пусту купения души вибрации структуры десятого понятное основу голос духа пение души вибрации структуры школа нервозвука в основу школы энергозвука ли ли блогу глубокое понимание процессов и их взаимосвязь между собой моделируем основной процесс первичный единый дух фокусирует энергетический поток в свои резонансные тела где рождаются новые вибрации так если вдруг дул дудочку и рождался звук воздух энергия духа дудочка резонансное тело и звук третий составляющий рожденный от взаимодействие в первый дух таким образом первичное проявляется и как мастер формирующий резонансное тело и источник энергии и переходящий в вибрацию все эти три факторы едины только вместе они формируют проявленную вибрацию так находясь в резонансных символах различной плотности связи с духом мы приобретаем индивидуальность связи с духом мы приобретаем индивидуальность свой особый неповторимый путь раскрытия развития и соединения при помощи голоса звука вибрации у нас появляется путь управления и воздействие на реальность обратная реакция на самого себя если дудочку дуть сильно и мимо звук может быть тихим и неровным или вообще отсутствует а тоненькая сфокусированная стройка в резонансную точку рождает громкий и сочный звук если дудочка будет треснута в плохом состоянии то и качество звука будет отображать сам инструмент то есть возникнут искажения первичные когда все настроено как по пометону у нас рождается чудесный волшебный звук который мы называем письмо тон то есть первичный тон когда мы можем работать с ним развивая раскрывая и соединяясь со всей энергетической вибрации мы формируем себя и как частицу и поплавную тогда когда мы настроены кто способны воспринимать все составляющие процессы и энергетическую вибрацию духа его структуру и целостность и вибрацию резонанса всех их структуры и слышать голос души слышать песни ведущийся из сердца это открывается для нас а претельные возможности все открывать и на запретенные возможности которые в нас начали заложены такой просто мышцы получи школы звука нам открывается истинно в каждом его аспекте ура практика погружения практика погружения практика это действие позволяющие позволяющие нам нагрузки позволяют нам лучше искать или так практика это действие позволяющие нам при погружения него внести осознанное управление энергии. Здесь практики нет понимания. По этой практике лежит по основе всех знаний. Каждая практика – это великое путешествие, которое совершает душа в мире вибрации. Каждая вибрация имеет свой дух и своё проявление, соприкосновение, с которым есть раскрытие этого качества в себе. Так что всё есть я и всё есть мне. Путь практики синхронизации процессов создания ритмов, как замечательно, когда в нашей жизни всё происходит вовремя, как будто мы идём на зелёный свет, складывается без усилий, само сопло, слаживаем. Создать верный ритм нам поможет. Практика погружения. Для практики настроимся, выберем подходящее время и место. Сделаем наше дыхание осознанное. Вдох, затяжка, выдох, затяжка. Так можно медленнее вдыхать и выдыхать. Главное, переходя от одного к другому, степенно увеличивая каждый период и время практики. Например, вдох, восемь. Задержка, восемь. Выдох, восемь. Задержка, восемь. Вдох, восемь. Можно вдыхать, да, со звуком. Можно вдыхать без звука. Это уже начинать. Можно без звука, продолжить со звуком и так далее. Внимание. Движение вдоха, задержки и выдоха в итоге сливается в единую мягкую фразу, максимально достигая своей плотности. Синхронизация процесса приводит к равновесию. И как следствие, мы легко погружаемся в глубину своего действия, которое совершаем. Для нас открывается толкаштал на зелёный цвет. Всё начинает происходить в бубны. У вас так глубоко просто мы познаем погружение. Практика рождения и смерти. Суть практики. Каждый день старые клетки отмирают, а новые появляются. Так в нашей жизни есть процесс, где старые уходят, выступаем место новому. Для практики заведём две коробочки. На одно напишем рождение, на другое в эфире рождение. Ведь суть разрушения – это трансформация в новое. Старые уходят, чтобы обрести себя в новую. Так старые клетки трансформируются в новую. Так энергия, которая уходит на одно, будет уходить на другое. В каждую коробочку будем кидать слова, которые будут составлять пару. То, что должно прийти и уйти. Например, уйти одиночество – прийти большая семья. Уйти гроздь – прийти радость. Уйти бедность – прийти изобилие. Уйти болезнь – прийти здоровье. Уйти рутина – прийти творчество. Уйти суета – прийти умиротворение. Уйти беспорядок – прийти коммуния. Или упорядочность. Можно ставить число в конце года, открыть коробочки и посмотреть, что пришло в нашу жизнь. Таким образом, написать год в виде нового рождения. Внимание, следует выбрать место, где будут стоять коробочки, даже если они виртуальны. Наша жизнь вновь перестанет как поток удивительных возможностей. Это и есть энергодыхание. Если мы колебляемся, то отчасти от трепета от полной радости, потому что осознанно это выбираем. Ура, так, так, вот так легко и просто мы создаем событий в жизни. Здесь очень важная фраза. В принципе, здесь все фразы очень важны. Но вот эта фраза, она особенно важна. Если мы колеблемся, то есть мы действительно колеблемся, это и есть наш способ восприятия, то колебания в любом случае можно также самостроить с восприятием. Кстати, что в любом случае через вас протекает что-то или втекает, или утекает, что-то движется. И болезнь, болевые чувства возникают тогда, когда есть нарушение закона энергии. А если этого нарушения нет, соответственно, мы испытываем восприятие. И восприятие может быть настроено, самостроено как потрясающий инструмент, что воспринимаем мы это колебание, это протекание, как радость. Так, практика рода – суть. В практике мы создаем календарь своей жизни. Опрядок практики и цифры выглядели в основу жизни рода. Календарь был тесно связан с образом жизни людей на земле. Засеянное собирание урожая, ведь от этого зависела жизнь рода. Закликали весну, призывали дождь, благодарили землю за урожай. Играли свадьбы и устраивали гуляния зимой. Сейчас жизнь человека сильно изменилась, особенно в городах. Человек живет часто, не видит природы и не видит так сильно от урожая. Поэтому, осознанно собирая свой календарь, мы восстанавливаем связь со своим родом. Для практики расчертите круг на 12 разных частей. Это будут месяцы. Каждый месяц назарем. Например, месяц улыбки, месяц радости, месяц чудес, месяц приятных сюрпризов, месяц смеха, месяц новых знакомств, месяц неожиданных решений, месяц путешествий, месяц подарков, месяц объятий, месяц в музеях, месяц вибраций или вариаций. Лучше всего вот так вот расчертить и повесить куда-то перед глазами и смотреть на этот комментарий. Очень будет здорово. Придумайте такой комментарий, расчертите, повесьте на видное место. И проходите сегодня у меня несколько лет. И все. Замечайте, кто как улыбается. Все, ваш ум начнет это вычленять, это приумножать. Запишем в каждом месте, что происходило, какие-нибудь встречались, решения, знакомства, подарки и так далее. Таким образом мы создадим свой календарь и будем осознанно прощать свои силы. Внимание. Мы можем записать календарь заранее на год, а можем подвести в конце года. То есть да, можете просто замечать, что в этом месяце были и улыбки, и подарки. То есть уже от одного, например, если нет такой практики выращивания, если уже есть практика, то уже второй будет третий такой делать календарь, вы можете носить месяц улыбки, подарки, то есть несколько тогда, несколько уже туда носить. И так целый год он пророщенный будет, то есть этот месяц улыбки, но на самом деле он встречался там не только в этом месяце, но и в других месяцах. То есть такой пророщенный, такой пророщенный уже получится у вас календарь. Но это все на будущее, это все будет в любом курсе. Ура! Так легко и просто мы соединимся с главным аспектом года. Медитация – перерождение, 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 перерождение. Медитация – это освобожденное действие, свободная энергия, проникающая в уменьшенный процесс. Судь медитации сделает процесс. Перерождение осознанное, все в мире меняется, перерождается. Вода бесконечно движется, клетки меняются, все остальное. Ничего не остается старым. Находятся вещи на движении, техника прошлого века и современного. Для подключения себе фактора перерождения проведем медитацию. Мы настроимся, демонстрация выберем. В последнее время место, время удобный коза. Может быть сядем, 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 как подскажете, можно смотреть на реку или облака, можно на звездное небо и огонь, а можно закрыть глаза. Почувствуем свое дыхание, как весь мир существует в этом дыхании, как на то, что он обновляется, старое уходит, перерождается, выдох. Внимание, изменения происходят каждую секунду. В ногти растут, волосы и перерождаются, и в нашем сознании, себя и мира. Мы перерождаемся в нашем осознании, себя и мира. Мы становимся текущие, властичные, радужные, искренние. Так, вновь перерожденными. То есть вдох. Вдохнули, да? Выдохнули. На вдохе обновляемся. На выдохе освобождаемся. Ура, вот так легко и просто. Прекрасно перерождаемся со всем миром. Медитация, трансформация, трансформация, переобразование, превращение гетомофоза. Значит, медитация – это высвожженное действие свободной энергии, проникающей в имеющиеся процессы своей медитации. А осознать трансформацию, перерождаясь. Мы трансформируемся, то есть изменяемся в нечто совершенно новое. Посмотрим, вся природа мастерски обладела трансформацией. Личинки превращаются в жуков или циркоз, яйца, птиц, птиц, птички, почки в листы. Также, ну, все мы дели в процессе. Также человек имеет стадии трансформации. Этот процесс заложен самой природой. Включим этот великолепный фактор в осознанный на ней процесс. Осознание процесса. Для медитации мы настроимся, выберем время и место, чтобы трансформировать свой голос. Пусть различные краски и формы сами рождаются у нас. Разводимся процессом. Внимание, пусть все тело пульсирует вместе с голосом. Рождая с вами данность, импульс, уголовок. Так легко и поздно мы достигаем, не станем трансформации. А мы трансформируемся. Ура! И слова школы энергозвука. И словарики. Будет добавлено у нас. Шар, видите, есть шар. Чарты, каналы, аура, мудры, шар, сферница, лотос, письмо, приливы, отливы. Вот приливы, отливы, вы понимаете? Это все связано не только с Луной, но Луна очень хорошо нам это показывает. Вот Луна цифру, энергия приливает, Луна вливается. Также бывают приливы отливы, просто на энергетическом уровне. В течение дня их бывает несколько. Если быть не просто осознанно, а еще внимательным и чувствительным, то это все очень хорошо чувствуется. Так. Шар, сфер, яйцо, лотос. Это все энергетические такие формы восприятия того, что у нас происходит в нашем поле. И таритетететететет. И здесь добавлено, видите, голос, духу, пение души, вибрация структур, погружение, рождение и смерти, кода, перерождение, трансформация. И наша бабочка счастья, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля, то есть раскрывается в нас само, когда мы осознанно и трансформировались. Благодарю всех зрителей и слушателей. С уважением, Ирина Яскович. Итак, эта тема была о том, что надо трансформироваться, перерождаться, быть связанным с родом. Старое должно перерождаться в новое, приходить, рождаться, то есть перерождение, нерождение. И вот голос, духу, пение, душе, вибрация структур. Хо-хо-хо-хо-хо. Вот такой был чудесный десятый урок. До новых чудесных встреч. Всех благодарю, 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 благодарю. И будем ждать с вами у Кубиного курса Школы Энергозвука. С вами была еще Василина Искович. Всех вам благ. Пока-пока.